Согласно интернет-источникам, судя по направлению звука, обстрел ведётся со стороны аэропорта Донецка и посёлка Пески, который остаётся под контролем украинских силовиков. Снаряды падают в Куйбышевском и Киевском районах. Ополчение также отвечает артиллерийским огнём. О разрушениях и количестве жертв пока ничего не известно. Предположительно, снаряды выпускают из градов и гаубиц. Также обстрелу подвергаются южные районы Донецка. По сообщению мэрии города, в результате обесточена большая часть микрорайона «Текстильщик». Без электроснабжения осталось более 10 тысяч жителей. По информации МЧС Украины, во второй половине дня воскресенья в результате попадания снаряда на территорию автопарка в Донецке полностью уничтожены два автобуса ПАЗ и один автобус Богдан. Повреждены ещё три машины. А вот обстрелы в Горловке, которая остаётся под контролем ополченцев, продолжаются уже три недели. По данным городского департамента здравоохранения, за это время погибли 52 горожанина. Ещё 170 получили ранения. Обстрел в Горловке способен привести к экологической катастрофе, заявил в экстренном обращении Павел Брыков, пресс-секретарь концерна «Стирол» – одного из крупнейших химических предприятий Украины. «Авария на «Стироле» повлечёт за собой утечку на Горловском химическом казённом заводе, где до сих пор хранится кровный яд – мононитрохлорбензол. Радус минимального поражения с учётом розы ветров, бассейнов рек и акватории Азовского моря – не менее 300 километров. И я не понимаю, почему данный факт замалчивается всеми украинскими СМИ». На протяжении последних трёх недель Горловка и, в частности, территория крупнейшего в Украине химического гиганта подвергаются бомбардировкам. Наносятся удары, миномётные обстрелы, украинскими войсками используются град и установки «Ураган». В частности, 5 августа целенаправленно по стиролу было выпущено 5 залпов из самого мощного оружия – массового поражения имеющегося на вооружении украинской армии. Бомбардировки продолжаются каждый день. А в это время украинская власть продолжает реализовывать идеи относительно новых санкций к России. Они могут включать остановку транзита энергоресурсов и авиаперелётов, заявил премьер-министр стороны Арсений Яценюк. Украинские власти также подготовили список граждан России и других стран, против которых предлагается применить санкции. Кабинетом министров Украины на расследование Ради национальной безопасности и обороны передается прозвище 172 физических людей, граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыму и засыхают на территориальную целесность и независимость украинской страны. Потери, которые может понести Украина от применения санкций, премьер оценил в 7 миллиардов долларов. В данной ситуации, по словам главы правительства, для страны важна международная финансовая помощь и открытие европейских рынков. Вот только как можно реализовывать эти идеи, когда страна в состоянии гражданской войны, остаётся загадкой. Александра Белинская, Время новостей.